Меня зовут Валентина Ивановна. Я имею комнату на улице Перевёрткино, 43-й дом. Не живу с тех пор, как умер мой муж. Это где-то уже около 8 лет. Я пошла на счёт света, чтобы я там не платила, потому что я там не проживаю, поэтому пришла в ТСН, принесла документы, что я там не проживаю, принесла документы с места жительства, где я теперь проживаю, и меня освободили от оплаты света. Потом я решила прийти в дом управления, чтобы меня освободили от оплаты воды, потому что у меня пенсия 11 тысяч. А заводу, вы знаете, немалые денежки. И вот я пришла в апреле месяц, и вот у меня акт есть, к начальнику управления, нашему Далматову Вячеславу Николаевичу. И говорю, вот так и так, я плачу за воду, потому что там не проживаю, а за воду постоянно плачу. У меня никогда не было задолженности, ни за что. А он мне сказал, принесите акт обследования и справку с места жительства, где я сейчас живу. Я тут же, прямо в этот день пришла, нашла старшую по дому. Сделали акт, собрали людей, все подписали. Справка у меня с собой тоже была, я все подготовила, все взяла. Прихожу к нему и говорю, вот мой акт, вот, 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 все. Он мне говорит, ну все, вот на основании этих вот документов все, значит, за воду платить не буду. Я ему поверила. И не приходила, долгое время не приходила смотреть, потому что у меня все платежки идут автоплатежом. Поэтому я и все лето туда не приходила. Зачем мне это нужно? А когда пришла в сентябре месяце и посмотрела, что у меня там задолженность, оказывается, эти платежки за воду стали приходить из квадры. И в автоплатеж они мне не входили, потому что там надо было переделывать документы в банке. Но я этого не знала. И получился у меня долг. Сейчас это долг около пяти тысяч. И значит, меня начальник по существу обманул. Обманул и сказал, я так не говорил. А потом говорит, а вы подтвердите документально, что я так говорил. Ну, как документально? Вот справка. Что еще нужно? Вот по этому поводу я пришла, хочу разобраться. Но ведь это же самоуправство. Мало того, что они опечатали мою комнату. А опечатали на каком основании, я даже не знаю. У меня в моей комнате нет даже никакого, ни труб. Ну, вообще ничего нет. И они опечатали. У меня там кое-какие вещи остались. Лишний раз им звонить для того, чтобы распечатывать и припечатывать, у меня тоже совести не хватает. Как у них, если ее нет. У меня она есть. Так что я прошу, чтобы он этот долг просил, каким бы способом он это ни делал. Меня это не волнует. Иначе тогда будет разговор в другом месте.